всем привет сегодня 10 августа 2021 года мы с вами снова путешествуем и находимся на окраине города крапивницкий сегодня я вам буду показывать как ремонтирует часть его окружной дороги которая совпадает с трассой м-30 она же м-12 по старому от поворота м-30 со стороны умани на объезд и заканчивая перекрестком с трассой м-14 не забывайте подписываться на мой телеграм-канал вступать в нашу группу facebook подписываться нашу страничку facebook кто хочет поддержать мою деятельность вы можете сделать это на патреоне или же через банковскую карту мы находимся на окраине крапивницкого трасса м-30 окружная дорога прежде чем начать обзор давайте сориентируемся где же мы с вами находимся вы помните крапивницкий это один из немногих городов украины которому посчастливилось иметь полностью замкнутое кольцо вокруг города часть этого кольца совпадает с трассой м-30 по старому м-12 сейчас она перед вами туда направление на пересечение с трассой н-14 которая идет в николаев далее трасса еще немного идет прямо потом куда-то от города уходит сторону луганской области из варина а теперь я повернулся на 180 градусов и перед вами насыпь заезда на путепровод над железной дорогой он сейчас перекрыт и далее примерно километр полтора отсюда поворот трассы м-30 со стороны умани напомню что я вам уже делал обзор этого участка правда сюда где мы сейчас находимся мы не добирались мы начали наш обзор с перекрестка с н-14 и проехали нам навстречу порядка четырех с небольшим километров там компания автострада начинала делать капитальный ремонт вот этих четырех километров также у них на участке было два моста через реку грузька через реку ингул и скотопрогонник мосты тоже должны были ремонтироваться капитально ссылочку на прошлый обзор я дам восплывающих подсказках к видео для того что вы могли сравнить что изменилось но сегодня я решил показать целиком этот участок этот сектор можно сказать для того что вы видели что еще здесь происходит теперь мы снова обращаемся к путепроводу через железную дорогу здесь у нас есть щит официальный который говорит нам о том что идет капитальный ремонт шляху проводу на 708 километре плюс 186 метров трассы м-12 еще по старому все это делается в рамках национальной программы великого будивництва замовником является служба автомобильных дров кировоградской области и подрядная организация рдс я уже пообщался с заказчиком этого ремонта службы автомобильных дров кировоградской области они мне рассказали что мост закрыли совсем недавно по плану его ремонт должен был начаться двумя месяцами ранее но согласовательно разрешительная процедура заняла немного больше времени чем предполагалось поэтому сроки сдвинулись тем не менее сегодня 10 августа а технический проезд по мосту хотят открыть в сентябре этого же года компания рдс здесь только начала демонтажные работы но уже проехать по мосту нет возможности никакой вы можете в этом убедиться глядя на эти железобетонные блоки далее начинается насыпь и объехать их никак невозможно по поводу объема работ пока еще мне служба автомобильных дорог не дала точной информации но как минимум сказала что мост будет разбираться до состояния полной непроездности будет ли там меняться балки или же ограничиться только заменой плиты пока информации нету но я думаю мы об этом узнаем вскоре сейчас пойдем посмотрим что же у нас на мосту те кто живут здесь поблизости или те кто пользовались этой дорогой часто или же те кто внимательно смотрел мой предыдущий обзор я конечно же уже вспомнили что из себя представляет на этом участке трасса м12 бывшие это старая советская военная бетонка которая была покрыта чуть позже слоем асфальта сейчас мы видим данном случае асфальт сфрезеровали поскольку эта бетонка делалась для военных нужд и вы помните что в советское время все что было связано с обороной с армией но было на особом счету особое качество была военприемка так называемая поэтому в общем бетонка более-менее нормальном состоянии находится то есть очень мало таких мест где плиты сместились куда-то либо же подорвались поэтому преимущественно на этом участке просто снимают старый асфальтобетон укладывают сверху распределяющий слой тощего бетона и потом закатывают одним двумя слоями асфальтобетона и сверху покрывают слоем щима этого достаточно только в некоторых местах приходится разбивать старые плиты когда я ехал на этот объект я поинтересовался услугу автомобильных дорог в кировоградской области идет ли ремонт еще на каких-то участках этого большого участка кроме 4 километров которые делает автострада мне сказали что в связи с перекрытием путепровода затруднен проезд техники затруднен подвоз материалов поэтому как только будет возможность открыть здесь технологическое движение сразу же этот участок дороги до стыковки с участком автострады будет тоже взят в работу но пока здесь затишье и основные силы брошены именно на путепровод и вот мы подошли к самому путепроводу и видим что служба автомобильных дорог явно поскромничала когда сказала что ребята только-только начали совсем мало успели сделать здесь уже так очень неплохо разобран путепровод давайте посмотрим что он из себя представляет и так это типичный путепровод какие делались над железными дорогами на рубеже 60-х и 70-х годов конкретно про этот мне уточнили он построен в семидесятом году в этом году ему должен был бы исполниться 51 год здесь мы видим 7 т-образных балок типично для 60-х годов они сделаны с диафрагмами которыми соединены между собой сверху была плита причем очевидно путепровод уже ремонтировался потому что плиты мы видим наслоение одна на другую также мне сказали что отсюда очень большое количество асфальта старого снято как обычно рабица и все остальное в общем все те прелести которые мы с вами привыкли видеть на старых путепроводах не очень понятно на чем установлены эти балки мне сказали что это не рочи это какие-то подферменники с какими-то прокладками в общем все эти балки они будут приподниматься домкратами и будет меняться те части на которые они опираются в длину этот путепровод имеет 150 метров 10 пролетов из которых один железнодорожный с электрификацией снизу две колеи железнодорожных вы видите там активно движение поездов осуществляется все остальные пролеты коротенькие условно коротенькие в принципе по изначальному проекту после предпроектных исследований было решено что будет только на первой опоре поддомкрачиваться но сейчас открываются по мере разборки очень плохие вещи состояние подферменника в частности состояние опорных частей поэтому ближайшее время очевидно будет проектанты пересматривать свои проекты и каким-то образом вносить коррективы в это все по крайней мере ребята из рдс говорят что очень желательно это все более серьезно восстановить чем она в изначальном проекте указано ну собственно для того чтобы не быть голословным я просто вам это все покажу что вы сами увидели я поинтересовался что это за тряпки висят здесь оказывается был из стеклоткани гидроизоляционный ковер когда-то сделан сами подферменники еще раз повторюсь железобетонные но на них то ли рубероид лежит то ли непонятно что в общем сейчас как раз это все изучается понятное дело что сейчас так никто не строит поэтому по возможности это все необходимо привести в надлежащее состояние согласно современных норм мне сказали что здесь не было консолей то есть вот в границах балок были тротуары были просто тротуарные блоки будет монолититься консоль с уширением на 30 сантиметров с каждой стороны по поводу того будет ли здесь тротуар технический или обычный пешеходный пока ребята не уточнили мне я уже здесь пообщался с начальником участка перекинулся с исполнителями словами сейчас видим там дальше идет демонтаж плиты интересным таким способом и такого еще не встречали резкой фрезой обычно загоняют отбойник но здесь почему-то вот так решили делать может им проще их демонтировать может быть еще по какой-то причине забравшись на путепровод мы видим что балки лежат стык и все это накрывалось плитой еще раз смотрим и здесь за много лет возникли конструкции хитрые по поводу более короткие более длинные пролеты мне уточнили длинный пролет 22 метра имеет а корекки по 14 отбойник По поводу того, что здесь было на месте деформационных швов, мне объяснили, что, как часто мы встречаем на подобных путепроводах, жестяной лоточек, который очень быстро прогнивает, сверху это все закатывается асфальтом, потом через асфальт начинает протекать вода в место, где должен был быть лоток, и поэтому здесь на месте деформационных швов очень грустная картина. В целом же, как мне сказали, балки более-менее прилично выглядят. Я поинтересовался, будет ли здесь неразрезная конструкция или будет менять все-таки на пролеты с деформационными швами. Я имею ввиду меня деформационные швы. Мне сказали, что будет Маурер швы почти между всеми балочными пролетами, только на каких-то отдельных будет просто холодный стык. Опять же, с чем это связано, не могу вам пояснить. Тут надо у проектировщиков выяснять, почему они так, а не иначе решили запроектировать. Я поинтересовался у начальника участка, почему именно так решили демонтировать. Мне самому это было интересно. Нигде мы такого не встречали, но я почти угадал. Когда режут на карты, то проще сковыривать эти плиты потом, потому что сказали, что бетон такой очень неплохой на самой плите, кроме тех мест, где были деформационники и куда попадала вода. Кстати, когда я вам сказал, что примерно километр-полтора находится перекресток, где трасса М-30 поворачивала сюда, то я немного ошибся. Вот вы его уже видите. Если бы мост не был перекрыт, то я бы приехал в Сумане и повернул прямо сюда. Здесь очень длинные подъездные пути. Мне сказали метров 300-400. Их тоже будет делать РДС. РДС, вы знаете, в основном это дорожная компания, хотя у них, что приятно меня удивило, появилось мостовое подразделение, которое вот уже такие объекты интересные берет. Сейчас я спустился с подъездной насыпи и движусь вдоль нее. И вы видите, вот это все РДС расчищал. Здесь был просто лес, вот такой, как мы видим там на горизонте, до самого-самого моста. Почему этим никто не занимался? Сколько лет здесь не чистилось это все? Мне вам трудно сказать. Ребята тоже этого не знают, но впечатляет то, что здесь нашли под вырубленными деревьями. Здесь нам показали такой интересный агрегат белорусского производства. Я поначалу думал, что это какие-то передвижные леса. Это почти оказались лесами, только совсем не так, как я об этом думал. На самом деле, вот эта платформа на катках будет ездить по мосту, по его верху. Здесь есть мачта, есть штанга и есть такая вот подмость, которая в рабочем состоянии будет заходить за мост и под мост до 8 метров от края моста. И с нее ребята планируют делать восстановительные работы. Сначала думал, что это какая-то очень хитрая самоделка, но оказалось, что серийное производство белорусы молодцы. Причем, что интересно, здесь все управляется, в общем-то, ручными лебедками, но при желании, мне сказали, можно электрический привод ему дать, либо еще какой-нибудь. Зато очень удобно, когда нет электрификации, без дополнительных ухищрений этим всем пользоваться. И вот, собственно, мы добрались до самого путепровода. Как видим, стойки, карандашики у него в основном более-менее живые, хотя отдельные из них попадаются чуть-чуть подразрушенные, но действительно подлежит это все восстановлению. Еще очень интересно, и я предположил, что, может быть, этот мост уже ремонтировался капитально и менялись какие-то пролеты, потому что, видите, вот пролеты более старые, на которых написано не толкать, не пускать, разъединять при маневрах. Тоже интересные надписи. Я уже отметил, что здесь балки образца 60-х годов, соединенные диафрагмами. Но в то же время есть вот один пролет, и вот еще два пролета начинают устойные опоры, там, где просто Т-образные балки без диафрагм. Кстати, мне сказали, что если с диафрагмами балки, а не просто будет восстанавливаться ремонтными составами, то балки без диафрагм будут дополнительно усиливаться углепластиковыми ламелями. Также будут восстанавливаться ригели. Ну и, как я уже сказал, первоначально планировалось только на первой опоре приподнимать пролет для того, чтобы менять опорные части. Но после дополнительного изучения всей этой конструкции ребята склоняются к тому, что надо попытаться добиться изменения проекта на полную переделку всех опорных частей, потому что иначе никто не знает, когда и сколько этого моста еще хватит. Также мы видим, в очень плохом состоянии находятся конусы и откосы моста. Здесь все будет, опять же, вычищаться и перебетонироваться с одной стороны и то же самое с другой стороны. Здесь видим обломки тротуарного блока. В целом состояние балок тоже более-менее живое, поэтому скорее всего здесь ничего под замену и не ставили. Вот здесь мы видим одну из не очень хороших стоек. Здесь уже слабый бетон оббивали для того, чтобы посмотреть, что под ним. В общем-то, даже видно, как он потрескался по самой стойке. Но, к счастью, здесь таких стоек не очень много. И еще подтверждение моему предположению о том, что какие-то балки здесь менялись ранее, это то, что вот лежат балки, в которых мы видим пучковую арматуру проволочную, предварительно напряженную. Но, в свою очередь, на тех балках, которые просто Т-образные, без диафрагм, там, как мне ребята сказали, обычная арматура. По традиции, пока я знакомился с объектом, ребята отправились на обед. Но я покинул площадку и здесь могу вам для сравнения показать место, где уже расчищалась поросль и место, куда ребята еще не дошли. Причем, в основном, я вижу акация. Такое не очень приятное дерево для чистки. Ну что ж, думаю, мост интересный и было бы очень неплохо, если бы мы сюда еще вернулись. Ну, а сейчас сделаю для вас аэрооблет, чтобы вы посмотрели, что здесь вокруг, как это все выглядит с высоты птичьего полета. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Итак, вы посмотрели, как с воздуха выглядит путепровод, а далее мы отправляемся по трассе М-30 навстречу участку автострады. Поскольку мы находились примерно на 708-м километре, а заканчивается участок автострады на 714-м, у нас около пяти с небольшим километров предстоит изучить состояние дороги. Итак, здесь поворот на поселок Новы. Через него я, собственно, и приехал с трассы М-30. Как видим, дорога, честно говоря, очень грустная. Те же бетонные плиты и тот же слезший практически естественным образом асфальт. Как видим, какие-то есть наплывы асфальта, очевидно. Заделывались ямы. Горбы, колейность, несмотря на то, что основание жесткое. Впереди попадаются трамплины в тех местах, где плиты все-таки были подорваны. Местами вообще очень неприятные горбы. Ну и как мы видим, пять километров это как раз нормальный размер участка. Я бы сказал, минимально допустимый для проведения тендера отдельного на ремонт этой дороги. Сейчас попадаются провалы в бетоне. Только что так подпрыгнул очень хорошо на большом трамплине. Стабилизатор камеры сглаживает, как машина бросается из стороны в сторону на горбах. Но можете мне поверить, кто здесь никогда не ездил. Капитальный ремонт здесь давно напрашивался. Мы проезжаем поворот на Обознивку и Катырынивку. И можно сказать, что все преимущества наличия вокруг Кропивницкого полного запкнутого кольца полностью нивелировались до недавнего времени состоянием печальным этой дороги. Ну вот, похоже, мы проехали уже наши пять с небольшим километров. И впереди видим активные работы компании Автострада. И вот мы с вами добрались до 714-го километра. Если смотреть от города Стры, где начинается трасса бывшая М12, нынешняя М30. Здесь мы заканчивали наш предыдущий обзор. И, как вы видите, достаточно кардинально поменялась картина вся. Когда мы здесь были, здесь только-только сфрезеровали асфальт. Начинали разбирать мост, который в данном случае перед нами. Хотя мы его проскочили. Там протекает река Грузька. Далее водохранилище небольшое. За ним ветряк. К нему мы летали. И до ветряка оказалось более полутора километров. Хотя кажется, что он совсем рядом. Я думал, что это какой-то новый ветряк. Но мне писали уже в комментариях о том, что очень давно он там уже стоит. Итак, что мы здесь видим? По полосе, которая будет двигаться в сторону Умани, уже положены нижние слои асфальтобетона на основу из тощего бетона. Между основой и верхними слоями покрытия проложена геосетка. Также поскольку здесь небольшое повышение уровня идет дороги, то мы видим выставлены уже водоулавливающие бордюры. Сейчас я стою на остатке плит железобетонных. Это те плиты, которые были нормальные, которые решено было здесь оставить. И мы видим с правой стороны от нас огромное уширение. Не знаю, тут, наверное, метра четыре шириной. Была специальная корыта выбрана под него. Засыпалась подушка. И сейчас на ваших экранах дренажный слой из гранатсева. Кто еще не догадался, здесь работает компания Автострада. Сейчас как раз мы наблюдаем за процессом установки бортов. Ребята только-только вернулись с обеда. Мы как раз вовремя на этот объект. И давайте посмотрим, на что же превратился мост. Вы помните, когда мы снимали здесь предыдущий обзор, то по левой стороне, в данном случае от нас сейчас, еще ездили машины, а правая сторона только-только добивали плиту. Сейчас мы видим уже, мост также заасфальтирован по правому проезду в нижних слоях. Выставлены борта из натурального камня. Под этим всем находится новая монолитная плита с небольшой консолью. Также сделаны консоли под установку опор освещения. Ну а левая сторона как раз разобрана. И ребята в процессе вязки каркаса под плиту. Надо сказать, что очень быстро работают. Здесь два моста достаточно длинные. Причем, вы помните, я вам в прошлый раз не совсем правильно сказал. Я привык, что Ингул это большая река, но большая она в районе Николаева. А здесь Ингул это маленькая речечка, а перед вами сейчас речка Грузька. Она так уж получилась, оказалось больше Ингула. Хотя в данном случае кажется, что ее тут практически нет. Но это она заросла растительностью. Дальше вы видите, достаточно такая полноводная река. Даже несмотря на то, что она вытекает с плотины водохранилища. Напомню, что балки здесь не снимались. Только вязался каркас и перебетонировалась плита верхняя. Каркас тоже достаточно обычный. Мы такие уже много раз видели. Двухслойный. Кстати, как видим, плита бетонируется захватками. И по левой стороне уже одна захватка готова. Стоят наши любимые вертолеты. Кто не помнит, это приспособление для затирания поверхности. Для того, чтобы сгладить неровности. Для того, чтобы сделать однородный слой без бульбашек, без раковин. И видим, тротуарный блок будет бетонироваться отдельно. Что с одной, что с другой стороны. И напоминаю, что до конца участка здесь примерно метров 250-300. Как видим, за мостом тоже продолжается такая же работа. Справа уже заасфальтирована. А слева сейчас на горизонте интересный самосвал с боковым сбросом. Как раз привез очередную порцию гранатсева. И мы дошли до устойной опоры моста. Видим, шкафная стенка еще здесь не перебетонировалась. Все только подготовлено к бетонированию. Стоит опалубка, вывязан каркас. Также еще, соответственно, нет и деформационного шва. Но это только по нашей стороне. По другой стороне порядок полный. Насколько я вижу, здесь деформационный шов похоже на закрытого типа. Но, может быть, это просто он временно заасфальтировал. Сейчас я попробую найти здесь кого-нибудь, кто может дать компетентный ответ. Похоже на закрытого типа все-таки шов. Сейчас мы с вами спустились под мост. Пока, как видим, здесь еще никаких восстановительных работ не велось. Частично расчищался откос. Также видим, здесь работали ребята, когда ставили опалубку на шкафную стенку. И, насколько я вижу, сняли кожухи защитные от интересных опорных частей. Я вам уже их показывал. Здесь, как видим, скольжение, даже не скольжение, а скорее качение на цельнометаллическом цилиндре сделано. Этого не совсем хорошо было видно, когда они были в кожухах. И сейчас это все открыли. Но, судя по всему, менять здесь ничего не будет. Будет пескоструить. Все это дело восстанавливать. По крайней мере, предварительно мне говорили, так это будет делаться. Честно говоря, никогда не попадались мне такие опорные части качения. Но тоже интересно, кто то придумал. Достаточно эффективно. Главное, чтобы не укатились балки на них. Ребята открыли мне загадку деформационного шва. Оказалось, все до банального просто. Шов заказан, как и все остальные швы на этом мосту. Но их не успели изготовить, поэтому временно сделали деревянный коробок и закрыли его асфальтобетоном. Вот мы видим верх этого короба. После того, как швы приедут на площадку, соответственно, эта часть будет разобрана и уже все станет на свои места. Ну, а здесь планируется уже хорошо знакомые нам швы Маурер. Сейчас стоит достаточно жаркая погода. 26-27 градусов. Это при том, что еще утро почти. Видим, ребята поливают бетон на захватке. Крюстом в бетон на свете клеточку. Вот это ребята. Убирал в бетон на свете. Однако дорогие. Некомендую мная элли. Почти, геомендую межицы. Вместе с холер. Продолжение следует... И вы помните, когда я здесь был в прошлый раз, мое недоумение вызвали непонятные бетонные штуки, которые такие кубические, забетонированные с другой стороны ригелей. Мы советовались с мостовиками, они такого не встречали, но высказали предположение, что это какие-то конструкции, которые удерживают опору от того, чтобы она не пошла в сторону пролетного строения. Может быть, в процессе эксплуатации моста, а может быть, пока пролетное строение не было собрано. Может быть, это связано с тем, что балки здесь расположены на опорах качения и, соответственно, они жестко не связаны с пролетным строением. В общем, много есть вариантов. Тем не менее, наверняка точно никто не знал, что же там такое. Наконец-то, вы видите, разобрали насыпь под переходными плитами и обнаружилось, что под насыпью находятся ванты металлические. Что-то наподобие вант, как на старом Рыбальском мосту, на Подольском-Воскресенском, на Подоле в Киеве. Они внутри трубы находятся и где-то под нами находятся анкера. С другой стороны, они тоже заанкерены на резьбу и сверху оманоличены бетоном. Сейчас я спущусь, посмотрю, как это все выглядит. Ребята сказали, что где-то там можно даже увидеть эту часть крепления. Действительно, как видим, ребята нас не обманули. Перед нами такой мощный узел крепления винтовой, огромная гайка. Что интересно, резьба с достаточно мелкими витками. И все это было оманоличено в такую кубическую конструкцию железобетонную. Как видим, здесь очень необычный мост. Самое необычное в нем это опоры качения и, конечно же, эти ванты. И еще интересный момент, который не относится напрямую к мосту, а относится к земляным работам более. Вы видите, после уширения насыпи здесь появились такие многоступенчатые откосы. Поинтересовался, чем их будет укреплять. Но пока мне сказали решение окончательного нет. Может быть, это будет просто травяной откос. Может быть, будет георешетка туда ставиться. Они очень красиво выглядят с воздуха. Я только что для вас полетал. И сейчас вы тоже посмотрите эту аэросъемку. Ну а я тем временем поеду искать скотопрогонник. И завершать наш обзор мы будем на следующем мосту через реку Ингул. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Видим по обеим сторонам дороги. Дороги привели в порядок откосы, сделали кюветы, водосбросы. И как-то совершенно незаметно мы выехали на две заасфальтированные полосы. Судя по всему это и будет ширина дороги. В тех местах где нету уширений. Сейчас мы едем по нижним слоям асфальтобетона. Субтитры сделал DimaTorzok По обеим сторонам видим там где можно делать обочину, там уже под нее сделаны площадки. Осталось только засыпать верхний слой. Мы проезжали над глубоким оврагом и я подумал, может быть здесь находится искомый скотопрогонник, которого мы не заметили в наш прошлый визит. Но оказалось, что здесь такой интересной формы сплюснутая авиаконовская труба, гофрированная металлическая. Это обычный водопропускник. Очевидно, по этому оврагу, когда высокая вода, идет поток. Мы видим на выходе из трубы забетонированное резбермо для того, чтобы при движении воды предотвратить размывание грунта. Сделан небольшой лоточек для более легкого прохода потока. И сверху насыпано насыпь. Грунта наверное здесь метров 8-10. Но это не страшно, я вам уже рассказывал, что веконовские трубы любят находиться под большим слоем грунта. Наоборот, у них есть минимальный слой, если я не ошибаюсь, по-моему от полутора метров или от метр двадцать. Ну и то, смотря какая труба, я так для средних беру. Тут возникает самонесущий эффект, когда толщина слоя распределяет нагрузки. И даже мне говорили, если вытащить отсюда трубу, то вот эта рытвина в таком состоянии и останется. Поэтому веконовские трубы очень выгодно с энергетической точки зрения размещать. На них минимальная нагрузка, чем больше там насыпь. Как вы наверное уже заметили, когда мы подъезжали к этому участку, в отличие от нашего первого визита, когда здесь была большая реверсная полоса, сейчас движение перекрыто полностью. То есть сейчас здесь ездят только служебные машины, технологический транспорт. Поэтому если путешествуете, то учитывайте этот момент при составлении маршрута. И вот очень быстро завершился четырехкилометровый участок, и мы подъехали к мосту через реку Ингул. Здесь наоборот, напомню, начинали работать с правой части. Сейчас она закончена в нижних слоях, а левая часть бетонируется захватками. Также еще идут земляные работы по уширению. Мы видим, экскаваторы копают корыто. И перед нами, собственно, уже перекресток с трассой Н-14. Как видим, несмотря на то, что работы на этом мосту начались позже, степень его готовности выше. Здесь мы видим, большее количество захваток забетонировано. Забетонирована также переходная плита. Ну а по левой, в данном случае, от нас полосе, мы уже проехались. И видим, что в Черновую работы завершены. Осталось только забетонировать консольный тротуарчик и навести красоту, после чего заасфальтировать мост финальным слоем щема. Здесь мы видим с этого края забетонированы две захватки, уже снят тепляк. Далее совсем свежая забетонирована еще одна захватка. И далее еще, если не ошибаюсь, две захватки. Сейчас делается уже предпоследняя. И как раз нам с вами повезло подъехать на процесс бетонирования последней захватки. Видим, подъехал миксер. Здесь не используется бетононасос. Можно все делать непосредственно с отремонтированной части моста. Ребята ставят эстакаду желобов и готовятся продолжить. Ну а вот эта захватка я попробовал. Очевидно, бетонировалась она перед обедом, потому что она совсем-совсем-совсем еще мокрая и мягкая. Так, как видим, мои глаза и моя наблюдательность меня не подвели. И сейчас мы с вами присутствуем на бетонировании последней захватки этого моста. После этого считаем, что мост в конструкциях уже закончен. Честно говоря, я думал, что... Здесь, на мосту через Ингул и на мосту через Груйску, где мы только что были, работает один участок, по крайней мере, если мне не изменяет память, так это все начиналось здесь. Но поговорил с ребятами, встретил, кстати, ребят в Шулявке, очень приятно. Во всей Украине их встречаю. Они мне сказали, что автострада здесь провела дополнительную мобилизацию личного состава. И в данном случае этот участок, а участок подразумевается людям, переброшенный с Черкасской области, где они делали мосты, для того, чтобы ускорить здесь процесс. Как видим, они его настолько ускорили, что, я уже повторяюсь, мост начинался позднее, а заканчивают его раньше. Под мост мы спускаться не будем сегодня. Ребята сказали, ничего там нового не появилось. В первую очередь открывают центральный проезд, после этого занимаются восстановительными работами. Поэтому сейчас мы делаем облет. Смотрим, как все это выглядит со стороны, сверху. Хотя, честно говоря, поднялся такой ветер, что страшновато запускать дрон, но думаю, он выдержит. Здесь, видим, ребята колдуют над бортами. Готовятся уже то ли бетонировать, то ли асфальтировать проезд. Здесь тоже, кстати, нету еще деформационных швов, поэтому ребята ждут. Ну, возможно, заказ сделан общий на весь 4-х километровый участок с двумя мостами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Так что могу рекомендовать ее к путешествиям. Единственное, потому что еще где-то нету обочин и во многих местах нету разметки. Когда едете в темное время суток, пожалуйста, осторожней. Ну что ж, на этом я завершаю свой обзор. Благодарю вас за внимание, за ваш интерес к моему каналу, к стройкам Киева и Украины. Огромное спасибо нашим уважаемым зрителям-донаторам за поддержку. Благодарю пресс-службу Крафтодор за что помогает нам путешествовать. Огромное спасибо пресс-службе, службе автомобильных дорог Кировградской области за информационную поддержку. Благодарю наших строителей, мостостроителей, метростроителей, дорожников, всех, кто радует нас своими трудовыми успехами. Большое спасибо всем вам, кто смотрит нас с подпиской, делится ссылками на наши видео в соцсетях, оставляет нам лайки и комментарии. Если еще не подписан на мой канал, самое время это сделать. Жмите колокольчик, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на телеграм-канал. Вступайте в группу Facebook, подписывайтесь на страничку Facebook. Кто хочет поддержать мою деятельность, вы можете сделать это на Patreon или же через банковскую карту. Все реквизиты даны в описании под видео. На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, до новых обзоров мира, любви, здоровья, счастья, добра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok